Заходи. Что такое, брат? Бетюль сказала, что ты меня срочно хочешь увидеть. Да, Синан. Присаживайся. Мне нужно поговорить с тобой на очень важную тему. Хорошо говори, что случилось. Послушай, Синан. Ты знаешь, как я стараюсь защитить семью, особенно тебя. Я некоторые вещи умалчивал, чтобы не расстраивать тебя, но, похоже, ошибался. Я должен был тебе сказать. Я не понимаю, брат, о чем ты вообще? Слушай, Синан. О-о. Братья Мазараглу. Как же замечательно видеть вас вместе. Башак. Ты. Ты. Ты что тут делаешь? А-а. Твой брат ничего не сказал тебе? Я вернулась, Синан. Я навсегда, навсегда вернулась. Что это значит, брат? Ты знал об этом? И ты это скрывал от меня, брат. Как ты мог? Синан, сейчас не время говорить об этом. Послушай, я не стал тебе говорить, чтобы ты не расстраивался, как раньше. Я думал, что она хочет денег. Думал, что смогу решить это. Что значит, не расстраивался? Я что, ребенок? А если бы об этом вулкан и Эда... Ты... Ты ведь отправила эти фотографии, Эдди, так? Ты отправила! Эх, наша дочь должна была узнать правду. Ты не осмелился сказать, вот я и подумала, что будет лучше, если она узнает это от матери. А что я не так сделала? Ты ведь знал об этом, брат. Знал и скрывал от меня, брат, не так ли? Ай, не преувеличивай, Синан. Да и тем более, уже нет смысла говорить об этом. Мы с Эддой сегодня... Сегодня выпили кофе вдвоем. Представляешь? Что? Что ты несешь? Ты даже с Эддой встретилась? И как тебе не стыдно появляться перед Эддой после стольких лет? Ты многого не знаешь, Синан. Но... Как я вижу, твой брат от тебя немало, что скрывает. Поэтому обо всем этом скоро узнаешь от меня. Пока я не вызвал охрану, тебе лучше уйти самой отсюда. Понятно тебе? Ты прав. Я очень соскучилась по Сильде. Нам нужно в скором времени всем вместе поужинать. Проваливай! Проваливай отсюда! Проваливай! Проклятие! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Проклятие! Я должен был сказать тебе... Я должен был сказать тебе об этом. Тинан! Тинан! А, проклятие! Проклятие! Я не знаю Джонсу. Я сильно запуталась. Разве я могу ей доверять? А она же твоя мама. Мама. Сколько мне лет. А я ничего о ней не помню. Дорогая, ты тоже права. Но тебе срочно надо поговорить с дядей Синаном. Может, он тебе что-то недоговаривает. Да. Если бы она больше не появлялась, то ладно. Но она постоянно, неожиданно появляется. Что на это говорит тетя Сильда? Что ей говорить? Она тоже ничего не знает. Наверное, уже успела дяде все рассказать. Это ей нельзя скрывать. Это касается всех. Что... Что ты будешь теперь делать? Будешь с ней видеться? Не знаю. Мне нужно поговорить с папой и братом. Согласна. Они будут в шоке. Да. О, Эда, привет. Привет. Здравствуйте. Душа моя, как ты? Здравствуйте. Эда, мы не смогли поговорить. А о чем нам говорит Чудла? Я с папой обо всем поговорила. Он, наверное, вам передал. Я спешу. Доброго дня вам. До свидания. Что ты наделала? Я все правильно сделала, Джан Су. И что это сейчас было? Я тоже не знаю, Чудла. Не знаю. Эда, можно войти? Да, брат. Ты все еще зла на нас? Я ни на кого не злюсь, брат. Пусть делают, что хотят. Эда, папа впервые счастлив. Ты тоже в курсе этого? Незачем себя так вести. А папа... Он был счастлив с мамой. С чего это вдруг? Не знаю. Просто интересно. Как ты думаешь, почему мама не возвращалась? Почему она ни разу не позвонила нам? Потому что она предпочла жизнь без нас. И ты больше не думай об этом. Может, она была вынуждена. Откуда нам знать? Что может быть такого, чтобы мама нас оставила? Эда, закрой мы эту тему. Брат, я должна тебе сказать... Как ты, дочка? Все хорошо? Да. Хорошо, а ты? Ну, а как ты считаешь? Почему ты мне не сказала, Эда? Папа, что происходит? Все хорошо? Ты сегодня встретилась с мамой. Что? С мамой? Да, я встретилась. Вчера, когда дома никого не было, она пришла домой и попросила встретиться. Эда, как ты могла встретиться с этой женщиной? Ты с ума сошла? Раз и встретилась, то почему она мне рассказала? Брат, я была на вас зла. Ты меня очень огорчила, дочь. Этого ты хотел, папа. А теперь ты понял, что я чувствовала, когда узнала про твои отношения? Это не одно и то же, Эда. Неужели? Вы разве не скрывали от меня правду? М? Что? Разве не ты делал вид, что только узнал про отношения папы с Ильчин? Вот и я... Вот и я не сказала, что встречалась с мамой. Я не назову мамой того человека, который за столько лет ни разу даже не позвонил. А ты возьми себя в руки. Слушай, Эда, я уже несколько дней делаю все, чтобы наладить с тобой отношения. Ладно? Я понимаю твою злость и обиду, но серьезно, это не одно и то же. Я знаю, как тебе больно в этой ситуации. Ты можешь действовать с хорошими намерениями, но мы не можем быть уверены в намерениях того человека, который за все эти годы даже не позвонил нам. Хорошо. Если она тебе еще раз позвонит или что-нибудь сделает, ты сразу сообщаешь мне. Хорошо, дорогая? Надеюсь, ты не сильно расслабился, Синан. Как-никак, мы только начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok